Мы уже в последнее время все время говорим о праздниках, и Женя делился, и Дима. Я хотел бы тоже сегодня немножко поговорить, только немножко в другом ракурсе. Вот, поэтому, и посмотря на 23 главу Левит, вы знаете, что эти главы, вся глава говорит о освящении времен, особенных времен, Муадим. И эти особенные времена, эти праздники, которые наши свидания с Господом, да. И очень хочется, чтобы мы как бы в это время научились ценить то, что Бог хочет от нас. И когда Он приглашает. И вот моя сегодня проповедь такая необычная. Праздники веры, надежды и любви. И я хочу немножко поделиться тем, что я ощущал, смотря на праздники, и проверял свою веру, и проверял свое отношение с людьми, если это как раз в дни раскаяния. Я думаю, это не только наша вера и надежда, и эта любовь, которую Бог нам дал через Иисусуа, Мессию. Я думаю, что это вера и надежда тоже самого Бога к нам. Он доверяет нам, Он надеется на нас, Он настолько излил свою любовь на нас, и Он хочет, чтобы мы тоже были исполнителями Его слова, не только слушателями. И смотря на эти праздники, думаю, что вот они особенные. Да, есть еще другие, есть господние праздники, есть исторические праздники. Я не хочу это раскрывать, вы все это прекрасно знаете. И думаю, что я пробегусь просто по осенним чуть-чуть праздникам, которые касаются того, что еще не произошло, где мы еще репетируем. Мы находимся в той стадии, где ожидаем исполнения этих праздников уже осенних, по-настоящему здесь, потому что весенние они уже исполнились. И, насколько вы знаете, у всех народов есть какие-то праздники, правда? Но чем отличаются наши праздники от их праздников? Потому что их праздники установили люди, а наши праздники установил сам Господь. И Он, конечно, повелевает и просит нас, чтобы мы ходили к Нему на это свидание. И поэтому хочется как бы немножко поделиться в этих вещах. Мы очень часто в последнее время говорим эти слова, провозглашаем Баруха Баба Шима Дунай, благословен приходящий во имя Господне. Я думаю, в этом есть что-то необычное, мы ожидаем. Каждый от нас ожидает, да? И даже смотря вот на эти праздники, которые сейчас происходят, и будет Йом-Кипур, кто на Йом-Кипур будет ездить на машине? Никто. Даже те, которые вообще светские, не верят как бы в Бога, они даже будут ходить в синагогу, а кто-то даже если не придет в синагогу, он будет дома сидеть, никуда не вылазить. Почему? Потому что что-то внутри есть какой-то страх от Господа. И вот поэтому как бы хочется посмотреть на все это другими глазами, чтобы на самом деле понять, а что Бог хочет от нас. На самом деле у нас есть вера, доверие Ему. На самом деле мы надеемся на Него и ходим в Его любви. Он-то все это уже нам сделал, Он пролил на нас любовь. И Ешо говорит в Матфеях 24 главе, «Потому что вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». И мы знаем, что когда-то протрубист последняя труба, но Он так хочет, чтобы мы были готовы к этому. Чтобы мы не просто приходили в собрание, не просто каким-то образом там молились, но Он хочет, чтобы мы были готовы. Вот, допустим, честно скажу, я каждый день готов. Я не знаю, когда время мое наступит. Может быть, сегодня. Но я говорю, Господь, я хочу быть готовым в каждодневной жизни, независимо от того, когда ты придешь. И смотря на весь, на предыдущий завет, как некоторые называют, ветхий, и смотря на новый завет, я смотрю, как торопите книжей, и весь в тонах, как фундамент для нового завета. Потому что, на самом деле, смотря на Писание, мы видим, что бритха даша – это как комментарий, что ли, к ветхому завету. Как ключ какой-то, как будто сейфом. Вот открываешь, и начинаются какие-то тайны открывать. И Господь сказал, что я буду открывать тайны детям своим. И поэтому мы должны испытывать себя, как в 1 Коринфянам написано, да испытывает себя человек. То есть, если мы с вами, как верующие, как мессианские верующие, живущие на этой земле, там, где легче праздновать праздники, то, Господь, испытывайте себя, верили вы. Надеюсь ли ты на Господа, или надеюсь ли ты на какого-то человека, который тебе поможет. Ну и это может быть. Допустим, мы вот сейчас, на днях я отвозил дядю Леню с племянницы на автобус, она живет в Эйлате, и она помогала дядю Лене ездить дочери в Прагу, и в этот раз они ездили в Болгарию на лечение. И она купила билет по телефону, заказывала там, и мы, когда приехали на вокзал, и она не знает, как взять этот билет с аппарата. И вдруг появляется женщина. Откуда она взялась? Ничего, сейчас я себе возьму и вам возьму. И что-то произошло, у нее на листочке был просто написан номер. Берем, а билета нету, не получает, не открывает этот, говорит, что-то неправильно, или туда отзывут, или номер этого кода. Конечно, тут идет Леня в панике, и это Лена в панике, и я внутри встал в стороне, молюсь, она просто на еврите, давай, говорит, где вы заказывали? Берет этот телефон, звонит туда. Я думаю, вот просто вот Господь, как будто ангела прислал в помощь, и все. Мы даже порой не осознаем какие-то вещи, но так происходит. Вот у нас сейчас гости из Германии, тут наши друзья Миша с Наташей. Вчера мы пошли тоже брать машину. Не я, не на еврите, они только на английском чуть-чуть понимают. И опять чуть-чуть в молитве вдруг появляется парень какой-то. И нам помогает все это перевести, и оформление все пошло по-другому. Думаю, Господи, какой ты велик, как ты милосерден, когда ты помогаешь вот так, что мы, даже не понимая каких-то вещей, ты любишь нас, ты помогаешь нам, и как не благодарить тебя за это все. И смотришь вот на этот емкий пор, думаешь, вот сейчас наступит этот день, транспорт не будет ходить, никого не будет на улице, будет полтишина, будет приходить кто-то в синагогу, коль не дрей читать, и будут различные молитвы по поводу всех этих обетов, будет покаяние, раскаяние. Но насколько разница между нами и ими в раскаянии и покаянии, в искуплении? И смотря на то, что... Потому что я в детстве и молодости все часто ходил на емкий пор, я смотрел, как мои родственники, как мои братья, как бы, евреи, как они приходили в синагогу, и даже... Хоть здесь они курящие, они вообще сигареты в рот не возьмут. Вот что-то держало их. Но когда коса заканчивалась, заканчивался емкий пор, тут же сигарету в рот, тут же какие-то маты пошли, и все, если он всех простил, тут же говорит он уже, тут такой щекой, я думаю, господи, да что это происходит вообще? Когда меня отлучили от синагоги, когда узнали, что я верующий в Ешо, из-за того, что они отлучили, я разозлился и стал с ними разговаривать. Почему? Говорю, вот что-то как раз прошел емкий пор, я говорю, вот, а там много было горских евреев и наших, которые вообще в преступном мире. У них публичные дома, они торгуют наркотиками и занимаются в преступном мире. Но в Йом-Кипур они все там. Они молятся, они приходят даже в шаббат, в синагогу, в молитвах. Читают этот Коль Нидрей, все эти обеты. Я говорю, а как вы на них смотрите? Он же сейчас после Йом-Кипура пойдет опять наркотиками торговать. Они говорят, ну зато они не преодолели веру. И мне пришлось, не пришлось объясняться с ними. Я говорю, это как раз и есть другая вера. Что если бы они верили в Бога, нашего Арама Ицка Каякова, они были бы исполнителями заповедей наших. Они тут же убивают. Они говорят, ну ты же убишь, ты вот и дал опоклонник, ты уверовал в чужого Бога. Я уже не стал спорить и просто не приходил в синагогу. Но факт то, что мы видим, какая разница между ними и между нами. Они вроде бы все исполняют, я не осуждаю их. Я очень люблю их. Среди них есть очень много правильных людей. И очень искренне, на самом деле, у них страх Господень есть. И они каются искренне, и стараются в течение года, ну не грешить. Ну иногда бывает у всех. Но я скажу, что среди нас тоже есть таковые. Что мы обижаемся над друг другом. Ну это нормально. А иногда даже предаем друг другу. А иногда что-то вылетает из наших уст не очень хорошее. Особенно зависть или что-то. Но Господь хочет, чтобы мы научились верить, доверять, надеяться на Него и ходить в Его любви. И вот как раз праздники, они показывают всю Его сущность, Его любви к нам. Его доверие нам. И как Он надеется, что мы будем исполнителями Его Слова. Я буду покороче, потому что уже много чего было сказано. Но Господь хочет, чтобы мы вошли в Его покой. Мне всю неделю идет одна песня, мы ее в конце споем. Я думаю, многие ее знают. Я не могу, я просыпаюсь с ней и уже несколько дней, потому что на самом деле написано, что у нас есть надежда. Бог нам просто даровал. Даровал прощение, даровал искупление. Осветил нас, очистил нас. Я начал понимать, что искупление разово, да, Иешуа совершил для чего человечество. Но у нас каждый день происходит то, что мы грешим. Он говорит, Писание говорит, все согрешили, и решили славу Божию. И каждодневное покаяние у кого-то есть, у кого-то нет. Допустим, у нас каждый день вечером покаяние, за то, что мы каждый день что-то делаем не так. Я вновь вхожу в это искупление, потому что его на самом деле жить в крови, в его крови. Если раньше приносились жертвы, и они просто покрывали, а в Иешуа пришла полнота, он не только покрывает грехи, он очищает нас своим духом, помогает освобождаться от каких-то вещей негативных. Это процесс. Но насколько мы поддаемся этим процессам, насколько наша вера растет, насколько наши отношения с ним ближе и ближе, или это поверхностные отношения. Я молю Бога, чтобы на самом деле, может быть, в этот Йом-Кипур по-особенному мы начали молиться, может, по-особенному мы начали раскрывать свое сердце для Господа. Но что интересно, что для нас, как мессианских евреев, это не день траура или еще чего-нибудь, это торжественный день, это праздник, потому что на самом деле мы знаем, что мы искуплены, но наши сердца начинают работать над чем? Над тем, чтобы не только попросить у кого-то прощения, но в то же время молиться за Израиль, за наших братьев-евреев и неевреев, которые здесь живут, за весь Израиль. Потому что я знаю, что когда придет Ешо, его ноги станут на Юлионской горе, что произойдет? Написано, все узрят его пронзенного. Все. Кто будет на этой земле? И евреи, и неевреи, они узрят этого пронзерного. И я уверен, что это будет как раз праздник труп. И тогда будет еще несколько дней раскаяния. Бог дает нам возможность все время из-за своей любви к нам. И потом придет судный день. Кто раскается, тот будет с ним. Кто не раскается, останется. Вот как написано в Иоанна, написано в Ешо, говорит, истинно, истинно, говорю вам, слушающие слово мое, верующие, пославшие меня, имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизни. И что это за жизнь? Жизнь под кровом Божьим. Это уже мы попадаем в сукот. И вот здесь тоже у нас есть надежда, что мы попадем, что попадем под покрытие его, когда он придет в последнее время. И написано, что он пошлет ангелов своих с трубой громогласны и соберут избранных от четырех концов ветров от края небес до края их. То, что Ишу он совершил две тысячи лет назад, она сегодня еще продолжается. Поэтому в это время он говорит, продолжайте творить правду, продолжайте освящаться. Помните, в откровениях написано, что праведник творит правду еще и святой освящается еще. И мы вот сегодня в ожидании того пришествия. Я хочу еще прочитать один стих 22 глава Откровения. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще осквернится. Праведный дотворит правду еще и святой освящается еще. 22 глава 11, 12, 13, 14 стихи. Вот гряду скоро и возьмись дима и со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Алиф и Таф, Альфа и Омега, А и Я. Он говорит, Я вообще вся азбука. Я начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древе жизни и войти в город воротами. Я думаю, что у нас еще есть время пробудиться, проанализировать свою жизнь с Богом, творить правду еще и освящаться, как говорит Писание, жить верой в Него, надеждой, которая есть как якорь, как написано, учиться ходить Его любви. И вот у меня, мне хочется эту песню спеть, я не знаю, как бы кто-то вспомнит, кто-то не вспомнит. Может быть, кто-то подыграет, я не знаю, побыть, что нет. Такая песня очень хорошая. Ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, зажег потушие сердца и дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, и каждый дорог для Тебя за все, Отец, благодарим и превозносим. Слава Тебе величьем, слава в веках и народах, сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды, слава Тебе и величьем, слава в веках и народах, сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Господь, спасибо Тебе за Твою милость, спасибо Тебе за Твою благодать, спасибо Тебе за надежду, которую Ты нам даешь, спасибо, что Ты привел нас к Себе и дал нам веру и избрал нас, Господь, потому что мы не мы избрали Тебя, а Ты нас избрал. Спасибо Тебе, Господь. Помоги нам, Господь, быть искренним перед Тобой, быть сосудом и чести для Тебя, для тех, которые рядом с нами. Научи нас ходить в страхе Твоем, сердце чистое сотвори в нас и обнови наш дух, обнови наш разум, помоги нам преобразиться обновлением ума, чтобы те праздники, которые когда-то мы имели среди тех народов, где мы жили, чтобы мы могли искоренить их в своей жизни, а присоединиться в полноте к тому, к этим праздникам пророческим, которые Ты нам дал, где у нас встреча с Тобой. Эти шабаты, которые Ты нам дал, Господь, потому что это все праздники шабатов, Господь. Поэтому Ты явил это через Моше, передал в 23 главе и начал с шабаты, привел другие шабаты, которые, может быть, не попадают в день субботний, но они шабаты, день отдыха, день, когда мы можем взирать на Тебя как совершителя нашей веры. Благословен Тебя. Благослови каждого из нас. Пусть этот Новый год будет годом обновления, годом пробуждения, годом освящения, Господь. Я верю, что каждый из нас будет проходить какие-то этапы в жизни и испытания, и чудеса видеть, и видеть и славу Твою, Господь. Ну, помоги нам, Господь, не ослабевать, крепко держаться за Тебя, идти за Тобой. Благословен Ты. Молю во имя Ищего. Амин. Благословен Ты. Благословен ты. Продолжение следует...